Спаситель учил, что когда мы призываемся к Вечному Евангелию Его и заключаем завет вечным заветом, мы считаемся солью земли. Соль состоит из двух связанных друг с другом элементов. Мы не можем быть солью сами по себе. Если мы хотим быть солью земли, то должны быть связаны с Господом. И именно это я вижу по всему миру, находясь среди верных членов Церкви, связанных с Господом, преданных служению ближнему и являющихся цолью земли. Ваше непоколебимое посвящение служит ярким примером. Мы ценим ваше служение и дорожим им. Наша молодежь демонстрирует замечательное мужество и преданность. Они с энтузиазмом занимаются семейно-исторической работой, и их частое посещение Дома Господа служит свидетельством их посвящения. Их готовность посвящать время и силы служению на миссию по всему миру отражает глубокую и прочную веру. Они не просто участвуют, но прокладывают путь к становлению учениками, связанными с Иисусом Христом. Их служение излучает свет и надежду, касаясь бесчисленных жизней. Вам, молодежь церкви, мы выражаем нашу сердечную благодарность за ваше вдохновляющее служение. Вы не только будущая церкви, но и ее настоящая. Вы действительно соль земли. Я люблю Господа Иисуса Христа и чувствую себя благословленным, возможность услужить плечом к ключу с вами в церкви Господа. Наше единство и сила, зиждущиеся на нашем общей вере, гарантируют нам, что мы никогда не будем одинокими на этом пути. Вместе мы можем продолжать созидать Царство Божие, укоренившись в служении, любви и непоколебимой вере. Когда Иисус Христос учил у моря Галилейского, Он часто использовал повседневные детали, знакомые Его публике, чтобы нанести важные духовные истины. Одной из таких деталей была соль. И Иисус провозгласил, «Вы — соль земли». Это заявление несет в себе богатый смысл и значение, особенно для людей Его времени, которые понимали многогранную ценность соли. Древнее ремесло добычи соли в Алгравии, южном регионе моей родной Португалии, зародилось тысячи лет назад, во времена Римской империи. Знаменательно то, что методы, которыми пользуются добытчики соли, известные как морнотосы, почти не изменились с тех пор. Эти преданные своему делу мастера используют традиционные техники, выполняя свою работу исключительно вручную, сохраняя наследие, которое прошло через века. Этот древний метод позволяет собрать так называемый соляной цветок. Чтобы в полной мере оценить сложный процесс сбора соляного цветка, необходимо понимать среду, в которой он образуется. Прибрежные солончаки Алгравии создают идеальные условия для добычи соли. Морская вода направляется в неглубокие пруды, известные как соляные ямы, где она испаряется под палящим солнцем. По мере испарения воды соляной цветок образует тонкие кристаллы на поверхности соляных озер. Эти кристаллы невероятно чисты и имеют уникальную четкую текстуру. Морнотесы тщательно собирают кристаллы с поверхности воды, используя специальные инструменты. Этот процесс требует большого мастерства и точности. В Португалии эту высококачественную соль называют соляными сливками, потому что ее можно аккуратно снять, как сливки, поднимающиеся на поверхность молока. Эта важная соль ценится за свою чистоту и исключительный вкус, что делает ее ценным ингредиентом в кулинарном искусстве. Как морнотесы прилагают огромные усилия, чтобы их урожаем была соль высочайшего качества, так и нам, заветному народу Господа, следует всегда делать все, что в наших силах, чтобы наша любовь и пример были настолько, насколько это возможно, чистым отражением нашего Спасителя Иисуса Христа. В древнем мире соль была больше, чем приправой. Она была жизненно важным консервантом и символом чистоты и завета. Люди знали, что соль необходима для консервации продуктов и усиления вкуса. Они также понимали серьезные последствия потери соли своих соляных свойств или вкуса, или в результате загрязнения, или разбавления. Подобно тому, как соль может потерять свою суть, мы тоже можем потерять свою духовную жизнеспособность, если наша вера в Иисуса Христа превратится в рутину. Мы можем не измениться внешне, но без крепкой внутренней веры мы теряем свою способность менять мир и пробуждать лучшее в окружающих нас людях. Итак, как же нам направить нашу энергию и силы на то, чтобы что-то изменить и внести те перемены, в которых нуждается мир сегодня? Как нам законсервировать или сберечь ученичество и продолжать оказывать положительное влияние? Слова нашего пророка продолжают отзываться в моем разуме. Бог хочет, чтобы мы трудились вместе и помогали друг другу. Именно поэтому Он посылает нас на землю в семьи и организует нас в приходы и колья. Именно поэтому Он просит нас служить и заботиться друг о друге. Именно поэтому Он просит нас жить в мире, но не быть от мира. Когда наша жизнь наполнена целью и служением, мы избегаем духовной апатии. С другой стороны, когда наша жизнь лишена божественной цели, значимого служения людям и священных возможностей для размышления, мы постепенно задыхаемся от собственной деятельности, эгоизма, рискуя потерять свой вкус. Противоядием этому служит непрекращающаяся вовлеченность служения, когда мы с усердним желанием творим добрые дела и приносим пользу себе и обществу, в котором живем. Мои дорогие братья и сестры, какое благословение у нас есть сегодня принадлежать Церкви Иисуса Христа и иметь возможность служить в Его Церкви? У нас могут быть разные обстоятельства, но все мы можем оказывать влияние. Помните марнотосов, добытчиков соли. Они используют простые инструменты, чтобы добыть лучшие кристаллы, лучшую соль. Мы тоже можем совершать простые дела, которые при условии непрекращающихся усилий в малых, но значимых действиях могут углубить наше ученичество и приверженность Иисусу Христу. Вот четыре простых, но важных для нас способа стремиться забыть соль у земли, держать Дом Господа в центре нашей преданности. Сейчас, когда храмы ближе, чем когда-либо, регулярное поклонение в Доме Господа поможет нам сосредоточиться на том, что важнее всего, и сохранять свою жизнь, сосредоточенная на Христе. В храме мы находим сердце своей веры в Иисуса Христа и душу нашей преданности Ему. быть осознанными в наших усилиях по укреплению других, живя по Евангелию вместе. Мы можем укреплять свою семью посредством постоянных и намеренных усилий принести Евангелие в нашу жизнь и в наши дома. Быть готовыми принять призвание и служить в церкви. Служение в наших местных пасхах позволяет нам поддерживать друг друга и расти вместе. Служение не всегда удобно, но всегда приносит удовлетворение. И последнее. Использовать цифровые коммуникационные инструменты с целью. Сегодня цифровые коммуникационные инструменты позволяют нам оставаться на связи как никогда раньше. Как и большинство из вас, я использую эти инструменты для связи с братьями и сестрами в церкви, а также с моими родными и друзьями. Общаясь с ними, я чувствую себя ближе к ним. Мы можем заботливо служить друг другу, когда это нужно, и когда физически мы не рядом. Эти инструменты, без сомнения, являются благословением. Однако, также могут уводить нас от глубины содержательного общения и в конце концов утянуть нас к привычкам, отнимающим время для менее значимых дел. Стремление стать солью земли требует намного большего, чем бесконечного пролистывания рильсов на шестидюймановом экране. Сохраняя дом Господа в центре своей жизни, целенаправленно укрепляя других людей через жизнь по Евангелию, принимая призвание служить и использовать цифровые инструменты для конкретной цели, мы можем сохранить свои духовные жизненные силы, точно так же, как соль в своей наичистейшей форме имеет силу обогащать вкус и сохранять продукты, наша вера в Иисуса Христа, когда ее питают и защищают нашу преданность христианскому служению и любви, может обогащать и сохранять. Когда мы остаемся связанными с Господом, наша жизнь естественным образом отражает Его свет, и мы становимся солью земли. В этих трудах мы не только обогащаем нашу жизнь, но и укрепляем наши семьи и наше общество. Давайте стремиться сохранить эти узы с Господом и не будем терять наш вкус. Об этом... Давайте будем этими маленькими кристаллами соли, которыми Господь хочет нас видеть. Об этом моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok